5 октября в Оренбургском госуниверситете в рамках фестиваля Дни Японии в УГУ состоялся бизнес-семинар Кайдзен в разработке нового продукта. Послушать лектора Хироюки Курати, человека с огромным опытом, который долгое время работал в компании Sony, пришли не только представители бизнеса, но и студенты, которые в скором времени смогут применить полученные знания в своей работе. На базе этого опыта с применением тех новаций, с которыми вас познакомят сегодня, мы, наверное, сделаем какие-то новые шаги в плане процветания нашего родного края. Семинар заинтересовал не только бизнесменов, но и власть. Елена Здорова от имени правительства области поблагодарила организаторов за возможность из первых уст узнать об уникальных управленческих механизмах. Я надеюсь, что повышение такой внутренней эффективности вашей работы, нашей личной эффективности, бизнес-эффективности на предприятиях позволит все-таки нашей экономике развиваться более динамично. Как говорят японцы, для них кайдзен – это стратегическое оружие в развитии экономики. В России в последнее время он тоже очень популярен. Лектор рассказал о принципах кайдзен в проектировании бизнес-процессов при разработке нового продукта. Чтобы его семинар был более понятен оренбуржцам, он приводил примеры успешного опыта компаний Sony, Kao, Toyota и Nissan. Слушатели узнали о технологиях, изменивших представление о философии производства и многом другом. Такая компания может напрямую обратиться в конкретный цепь, в конкретный завод, который будет выготовлять мне продукты. Я устранил подразделение, которое занималось зарубежными поставками. Те, кто занимался управлением и контролем производства в производственных подразделениях, я отправил их непосредственно в цепь. Руководители компании пришли узнать секреты бережливого производства, как стимулировать сотрудников, чтобы они придумывали различные усовершенствования и тратили рабочее время максимально эффективно. Мы очень рады, мы приняли это предложение. Мы в составе 21 человека сегодня сюда приехали. Причем приехали сюда не только сотрудники компании Оренбурга, но и Орска. То есть это наши коллеги и Орский филиал тоже движется в рамках бережливого производства. Тоже есть очень хорошие наработки. Компания нацелена на экспорт и импортозамещение. Соответственно, выходит на рынки сопредельных государств, скажем так, с достаточно инновационной продукцией. Поэтому хочется послушать опыт людей, которые тут прошли. И, наверное, те полезные вещи, которые существуют, которые мы там слышим и услышим, я думаю, помогут нам на этом пути. Лекция достаточно объемная, поэтому, наверное, сложно сразу понять. Я специально добавил большое количество различных хорошо понятных примеров. И я думаю, что это помогло пониманию лекции. Спасибо. 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 Спасибо.